Для большинства народов по всему миру с астрономическими циклами были связаны множество обрядов. В Древней Руси, например, в день зимнего солнцестояния пытались задобрить божество холода и мрака. Позднее традиция изменилась, и праздник стал олицетворять победу добра над злом, так же, как света над тьмой. В современном мире астрологи рекомендуют обратить на этот день особое внимание. Тогда будущее может оказаться весьма радостным и светлым. Для начала, именно 21 декабря, желательно избавиться от всех ненужных вещей и произвести уборку в квартире. Убирать квартиру, мыть пол и по уголкам насыпать по щепотке соли в квартире. Соль, она как бы вбирает в себя весь негатив, и потом, когда мы там уже через какой-то срок будем убирать квартиру к Новому году, мы просто всю эту соль там выметаем, убираем, у нас квартира остается чистая. В этот день также можно избавиться от ненужных людей и обременяющих ситуаций. Главное – с правильным настроением подойти к процессу. Для того, чтобы что-то убрать, от чего-то избавиться, мы пишем это на бумажке и торжественно сжигаем и выкидываем, развеиваем, что называется, по ветру. Но это надо делать после захода солнца. Для того, чтобы что-либо сбылось, то же самое мы это пишем на бумажке, при свечах, загадываем. И куда-то сами от себя потом этот листочек убираем. Для того, чтобы желания сбывались, очень важен именно этот самый эмоциональный посыл и плюс еще экологичность самого желания, чтобы как бы наше желание все-таки как-то так не причиняло вреда никому. А то и на раз такого готовы пожелать, что называется, весь мир там может быть в руинах, а у меня все будет хорошо. Так не бывает. Во время написания желания или освобождения от всего ненужного, астрологи рекомендуют оказаться в комнате со своими мыслями один на один, чтобы никто не мог вам помешать. Загадывать желание нужно в состоянии куража, испытывая массу положительных эмоций. Для этого можно попробовать вспомнить лучшие моменты из жизни, подумать о вечном или представить свое желание исполненным. Бумажку со своими мыслями нужно спрятать от самого себя и, скорее всего, она найдется спустя год, как раз к следующему зимнему солнцестоянию. Те, кто обратит на все эти наставления внимание, в течение года могут получить свой заветный приз или максимально приблизиться к нему. Анна Герцовская, Вячеслав Фролкин, телекомпания «Город».